МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе Винчун в Сыктывкаре, мужской фитнес, лечебная гимнастика для детей. Винчун в Сыктывкаре Если вы не знаете, как выглядит стиль Винчун, он перед вами. Это один из видов боевого восточного искусства, основан на логике и науке, не требует ни большой силы, ни хорошей спортивной подготовки. Главное, что необходимо, это точное понимание некоторых основных принципов боя и техники этого стиля. В нашей республике он не особо популярен, но любители Винчун появились, и они успешно его пропагандируют. Сейчас ведется работа по созданию республиканской школы Винчун. Первый фундаментальный принцип Винчун – это его симметрия. И центральное усть тела. То есть, насколько эффективно боец работает правой рукой, насколько эффективно нужно работать и левой. Еще один фундаментальный принцип – это смещенный центр тяжести. И центр тяжести перемещается в середину создаваемой ногами трапеции. Вот сюда. Если показывать это относительно толчков руками в корпус, то смещенный центр тяжести будет помогать бойцу Винчун в такой позиции всегда сохранять правильную стойку. Какое бы давление ни создавалось на него. Относительно подсечки, если начинается подсечка, центр тяжести тоже помогает украсить инициативу. Еще один принцип Винчун – это локоть, опущенный вниз. Это один из самых основополагающих принципов. Большинство всех элементов Винчун строится именно с локтем, опущенным вниз. Это нужно для решения сразу же нескольких задач. Первое. При прямом ударе создается дополнительная сила, потому что Винчун строится в основном на скорости и поворотов тела как таковых Винчун не существует. Сила, теряемая при этом, возмещается правильно поставленным локтем вниз. Если показывать на примере элемента Тан Сао, вот локоть смотрит вниз. То есть, если показывать на примере удара, то с помощью блока можно срезать руку. Один из еще принципов Винчун – это уход с линии атаки. С линии атаки мы уходим путем занимания определенного угла. То есть, если у нас атака идет по прямой, на нас, мы занимаем определенную атаку. То есть, меняем угол. И атака идет мимо нас. У нас идут срезы. То же самое и в другую сторону. Абсолютно симметрично. Точно так же идет движение по прямой, то, что мы уже показывали. И движение идет, грубо говоря, по треугольнику. То есть, сюда и сюда. То же самое мы изменяем угол атаки. То есть, элементов Винчун очень много. И в большинстве случаев у них у всех направленный локоть вниз и один и тот же угол в руке. То есть, в принципе, Винчун – это техника-конструктор. В системе Винчун помимо ударов руками и передвижения тела имеются, конечно же, также удары ногами. Это как удары коленом, так и непосредственно сами удары. В отличие от других видов, таких как тэквондо, карате, удары Винчун, так же, как и удары ногами Винчун, так же, как удары руками, идут только по прямой линии строго. Например, удар, который называется чигерк. Идет одновременно вынос ноги на центральную линию и удар по прямой. Одновременно выносится рука противоположной ноге. Для чего это делается? Для того, чтобы одновременно атаковать ногой и блокировать удары рукой, которые, возможно, последуют у противника. То есть удар чигерк. Все удары Винчун ногами, которые есть, их очень мало. То есть вот это. Вот. В Винчун мало просто копировать движения инструктора. Каждый должен знать точно, почему что-то делается, когда это применить, и наиболее важно, как развить и совершенствовать свои навыки. Один из элементов отработки техники Винчун является техника ЧИСАУ. ЧИСАУ или же липкие руки, в переводе на русский язык. Принцип в том, чтобы не дать противнику в этом случае, ну, в данном случае оппоненту, а не противнику, пройти в центральную ось. То есть, если я потеряю структуру, это называется Винчун потеря структуры. Меня сразу же пробит. История китайских воинских искусств уже полторы тысячи лет. Она полна древними традициями и легендами. И вот одна из них. Винчун переводится как «цветущая или вечная весна». И назвали этот стиль в честь монахини, которая когда-то увидела бой змеи и цапли. Техника построена на логике. То есть, только логика, физика, геометрия и физиология. То есть, никакой, в принципе, такой вот, там, китайской экзотики. Цель боевого искусства Винчун – как можно быстрее нанести противнику урон. Первым. Желательно первым, да, чтобы. И выйти из боя победителем. На самом деле, здесь дело нескольких секунд. Если говорить о фитнесе, вот, особенно, если говорить о мужчинах, которые особенно у нас ленивы по отношению к своему телу. Это очень нехорошо. Это очень нехорошо. Наоборот, чем старше ты становишься, тем больше двигательной активности тебе нужно. Замедляются процессы жизнедеятельности. И для того, чтобы их стимулировать, нужно, вот, постоянно ходить, постоянно заниматься. Вообще говоря, старость – это болезнь. И я считаю, что вот одним из методов преодоления этой болезни – это вот есть физическая активность. Тренажерный зал дает прекрасную, прекрасную возможность встряхнуться. После выхода из тренажерного зала ты чувствуешь себя совершенно по-другому. Даже ради этого стоит прийти для того, чтобы почувствовать этот драйв. Вот. И там совершенно особая атмосфера. Многие мужчины считают, если ему за 50, какой там спорт? Хотя бы физическая культура может быть? Потому что не всех можно заточить тот самый залп. Вот вы что можете порекомендовать? Чем заниматься? Для мужчин, ну, во-первых, очень важно упражнение на растяжку. Растяжка по большому счету, ну, может, деревенеет. Все равно это нужно. Очень нужно. И упражнение, если уже ничем другим хотя бы не заниматься, то хотя бы вот делать растяжку, упражнение на координацию. Купить себе вот элементарный такой полумяч, знаете, такую полусферу с доской сверху. И просто пытаться очень тяжело. Для начала будете падать, то есть надо что-то мягкое постелить. Но вот эти вот упражнения на координацию, они стимулируют умственную деятельность. Они очень важны. И гулять перестанут. Слово «тренажерный зал» для многих это как бомба. Вы как советуете? Приходить заниматься в группе или с индивидуальным тренером? С индивидуальным тренером. Главное, не нужно бояться. Набраться немного знаний, прийти и потихонечку-потихонечку работать. Пусть тренер, нет у вас денег на персональные занятия, вы можете просто подойти к тренеру и пусть он покажет вам, какой тренажер для чего он обязан это сделать, какой тренажер для чего, вот, как выполнять движения на том или ином тренажере. Хотя бы просто приходите, делайте какие-то движения. Это уже будет хорошо. Не пытайтесь нарастить сразу мышцы, не пытайтесь сразу стать сильным. Просто проявляйте двигательную активность. Мне 51 год, я занимаюсь 3 раза, иногда 4 раза в неделю, мне этого вполне хватает. Приятно смотреть в зеркало. Приятно, когда тебе твоя жена говорит, ух ты, ты так молодо выглядишь. Это очень приятно. Приятно ощущать, чувствовать мышцы, а не задыхаться от того, что у тебя живот. Вот, приятно сгибаться полностью и доставать без труда носки, свои носки руками. Это, вы знаете, это вот вызывает какое-то чувство гордости. Ты не чувствуешь себя пожилым, ты чувствуешь себя молодым, подтянутым. Я вам скажу честно, я в 30 лет так себя не чувствовал, как я чувствую себя сейчас. Отлично. Болевые ощущения какие-то, вот у вас там были боли, у вас постоянно мучила одышка. Все это тоже может пройти. То есть вы получаете, вы избавляетесь от многого того, что вам мешало жить. Просто вот берете это все и выбрасываете. Просто для этого нужно какие-то усилия приложить. Вот это нужно собрать, это нужно собрать, поднять и выбросить. Немногие из родителей уделяют внимание осанке ребенка. Они вспоминают только тогда, когда при очередном медицинском осмотре вашему чаду ставят диагноз нарушения осанки. Чтобы этого не произошло, необходимо воспитывать у детей умение принимать позу правильной спины. И в этом, несомненно, важную роль играет лечебная гимнастика. Сейчас мы и в республиканском физкультурном респонсере. Такое заведение есть в любом городе. На прием к врачу лечебной физкультуры поступают пациенты по направлению от ортопеда. Это если связано с заболеванием с опорной патологией опорно-двигательного аппарата. А также от участкового педиатра по поводу хронических заболеваний. И после операции, или, может быть, с ДРБ, это как приезжий, да, после птекрам. Попадают на прием. Врач осуществляет прием, назначает лечебную физкультуру по необходимости. Если по показаниям массаж, физиолечения, занятия как в группе, так и индивидуально. В зависимости от показаний. На первом месте у нас это патология со стороны опорно-двигательного аппарата. Чаще всего это нарушение осанки, дизентогенез позвоночника. Это плоскостопие. Из этого вытихает нарушение осанки. Это сколиозы, остеохондрозы юношеские, может быть. А также патология со стороны суставов, со стороны проблемы. На втором месте у нас стоит после травм. Сейчас девочки осваивают один из комплексов. Возможно, и для ваших детей он будет полезен. Упражнение для укрепления мышц живота. Первое упражнение – велосипед. Поднимаем ноги. Делаем большие круги в воздухе. Как будто бы давим с тобой на педали. Высоко вверх поднимаем. И ближе к полу выпрямляем ноги до конца в колени каждый раз. Ноги согнули, стопы на полу, ладошки на затылок, локти в стороны на пол. Сначала поднимаем вверх голову лопатки. Затем поворачиваем туловище. И навстречу локти поднимается нога. Соединяем противоположные локоть и колено. На раз поднимаем вверх грудь с руками. На два разводим руки в стороны. На три вернулись пальцы под подбородок. На четыре опустились вниз. Вверх, в стороны, вместе, вниз. Раз, два, три, четыре. На следующем упражнении поднимаем противоположные прямую руку, прямую ногу. Поднимаем правую руку и левую ногу. Держим. Кости таза должны оставаться на полу. Исходное положение. Меняем. Левая рука, правая нога. Держим. Следующее упражнение. Плавание. Приготовились. Поплыли. Раз, два. Ноги в коленях не сгибаем. Три, четыре, пять, шесть. Отдыхаем. Голову на бок. Расслабились. Лодочка. Держим лодочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отдыхаем. Руки за голову вытянули. Носочки на себя. Носочки на себя. И само вытяжение. За ладошками тянемся в одну сторону, за пятками в другую. Потянулись. Вдох. Расслабились. Выдох. Потянулись. Вдох. Выдох. Расслабились. Молодцы. Сегодня занятие закончено. Ну как вам сегодняшняя зарядка? Мне понравилось занятие. Лечебная физкультура всегда поможет. Занятия очень спортивные, веселые. Сегодня занятия прошли очень классно. Упражнения были для вас трудными? Мне было легко их делать. Я думаю, каждый сможет. Иногда бывает, что немножко тянет мышцы, но это мне кажется полезным. Эти упражнения были не очень сложными. И каждый может сделать это дома. Для лечения патологии со стороны, допустим, порноделительного аппарата у нас идет в комплексе. Это лечебная гимнастика, которая проводится с инструктором лечебной физкультуры. Это назначается массаж в дополнение к лечебной гимнастике. Лечебная гимнастика – это основное. И в дополнение идет это физиолечение. Не пропустите! С 12 по 16 декабря в Ильгарде на стадионе имени Раисы Сметаниной состоятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди молодежи. Продолжение следует...